Не верьте глазам своим, земля, на которой стоят люди, не земля вовсе река Самара, во всяком случае, по документам. За твердую почву под ногами в ответе один из нечистых на руку предпринимателей Самары завез грунт, чтобы использовать участок в личных целях. Такую смекалку да в мирных быт целях, шутит председатель совета ТОС поселка Шмидта Татьяна Максакова. Грунт отсыпается по всей протяженности поселка. Камазы ездят по дорогам через жилую зону, разбивают асфальт, шумят, пылятся, трясают жилые дома. Так что исчезнувшая вода не обман зрения, а происки мошенников. У нас поселок стоит и устроен так, что ливневые воды стекают вниз. Сейчас это насыпь такой высоты, что вода задерживается на уровне улиц и не уходит. У кого-то в погребах стоит вода, значит, где-то дренажная система засорена, просто никуда не уходит. В ближайшее время будет организована штрафстоянка для большегрузной техники и еще ряд мер, которые, я думаю, что позволят поселок Шмидта и другие территории, где есть схожие проблемы, очистить от транспорта, который привозит мусор и утилизирует отходы вблизи природоохранных зон. Возводимая насыпь, по большей части привезенный грунт, мусор строительный и даже бытовой. Штраф за несанкционированную свалку – тысяча рублей для бизнесменов – капля в море. Наказание за хищническое отношение к природе должно быть более суровым. Машины эти ставят на штрафстоянку, будут они ждать суда месяц-полтора, нести убытки. И через какое-то время люди поймут о том, что просто им невыгодно и накладно эту работу осуществляют. Подобные ситуации наносят ущерб экологии и людям. Полиция и природоохранная прокуратура проведут жесткие проверки случаев в поселке Шмидта. Виновники будут наказаны по всей строгости закона. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.